Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления города Ускеногорска велась работа по реализации нового социального проекта Урпахтар Сабахтестове. Это уникальный проект, благодаря которому постоянно поддерживается связь между молодежью и старшим поколением. Уважение к пожилым людям – один из важнейших принципов человечности и нравственности. Целью проекта является формирование дружеских отношений между одинокими престарелыми людьми и учащимися через вовлечение в активную волонтерскую деятельность посредством совместных мероприятий. Участниками проекта стали учащиеся Шанраков 7 по 12 классы, кураторы, пенсионеры. Мероприятия проводились один раз в неделю. Утвержден список пенсионеров. Составлен план. Данный проект раскрыл возможности для учащихся определить для себя культурно-познавательные и спортивно-оздоровительные направления деятельности и дал ключи к осуществлению практических шагов. Ведь помощь одиноким и престарелым людям требует внимательного подхода, чтобы не навредить, а действительно нести добро. В начале первой четверти учащиеся приняли активное участие в акции «Будем знакомы», посетили квартиры пожилых и одиноких людей, рассказали о новом проекте, провели интервью, узнали биографию престарелых и одиноких людей, оказали помощь продуктами питания. Ведь недаром говорят, уважение и почитание старших поколений – это закон нашей жизни. Общение, продление молодости, так считают наши пенсионеры, и они с удовольствием посещают клубы с участием учащихся, родителей, кураторов и делятся воспоминаниями, дают советы. Полюбившиеся направления по декоративно-прикладному искусству – клуб «Умелые ручки», клуб мудрых читателей, литературный джем с интеллектуальными играми, ретро-клуб диско 60-70-х годов, йога-терапия, арт-терапия, компьютерный клуб «Открой мир», юридический клуб с привлечением родителей-юристов. Атмосфера была доброжелательной, домашней и уютной, поэтому все чувствовали себя свободно и раскрепощенно. Все присутствующие получили массу положительных эмоций и отличное настроение. Совместное чайпитие стало прекрасной возможностью пообщаться, приятно провести время в хорошей компании. Прогресс в культурном развитии любого народа в большей мере заключается в почитании и уважении к старшему поколению. Какой бы путь не выбирал человек в своей жизни, его непременным успехом может стать мудрость, которая преподносится людьми преклонного возраста в качестве жизненного назидания. Прогресс в Казахстане. Прогресс в Казахстане. Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня позанимались в тренажерном зале Хороший проект, интересный проект, конечно, хорошее настроение получили, бодрость И хотелось бы еще раз прийти на такие мероприятия Я набываю по их приглашению на вот таких общественных мероприятиях, которые основаны на связи поколений Хочется сказать, что это большой проект, чудесный И что такая культурная программа, связь поколений 60-х, 70-х, 80-х годов Тоже прошло очень интересно, занимательно Ребята и пели, и танцевали вместе с нами И с ними мы подключались, забыв о своем возрасте Музыка Музыка Проект «Это первый год» Понравилось тем, что все равно мы уже в таком возрасте Может быть не всегда мы выберемся куда-то Особенно вот заниматься, допустим, спортивной гимнастикой Или как сегодня вот йога была Также я была на колонер Мы там делали вот футляры для сотовых телефонов Какие-то сумочки Нам помогали дети Это то, что вот когда дети присутствуют с нами рядом Как бы, ну не то, что преемственность поколений Все равно мы у них чему-то учимся Они же нам подсказывают Где-то они смотрят на нас Чему-то хотят подражать Ну вот такой вот взаимосвязь что ли получилась Музыка Шын куңлыммен мен сендергеттілей тедім Болашақтарын ашып осын Аспанымыз ашып болып күніміз жарқырап тұрсын Осылай егеменді Қазақстан болып отыра берейк Субтитры создавал DimaTorzok